Прирайт подразумевает под собой спуск с горы к ее подножию. Это очень интересное хобби, оно очень простое и сложное одновременно. Нужно выбрать оптимальную трассу, оптимальную траекторию на этой трассе выбрать и набраться храбрости. В работе героя нашего очерка все то же самое. Есть точка отсчета и конечная цель, а путь он вправе выбирать сам. В моей работе мне нравится свобода действий. Мне приходит техническое задание от заказчика. У меня есть конкретно конечная цель – это проект. Все, что между этими двумя точками, оно отдано на откуп мне. То есть нужно продумать всю технологическую цепочку, нужно подобрать оборудование, сделать это максимально эффективным и желательно экономически целесообразным. Меня зовут Владислав Назаров, я ведущий инженер-проектировщик комплексного технологического отдела ООГСПИ. Владислав мечтал работать в атомной отрасли еще со школы, но выбирал профессию шесть лет. Сначала он закончил Московский энергетический институт, затем магистратуру МИФИ. Ему нравилось заниматься научными исследованиями в области ядерной физики, но после экскурсии в ГСПИ наш герой решил стать проектировщиком. Нас привели сюда, показали, чем занимается ГСПИ, что такое проектирование, как они занимаются обследованием объектов, показали трехмерные модели того, что они делают, и мне это понравилось. Наукой не занимаюсь, но я создаю то, благодаря чему люди смогут потом создавать науку. Сегодня Владислав занимается разработкой проектов для самого мощного в мире исследовательского реактора на быстрых нейтронах, строящегося в Димитровграде. Уникальные свойства МБИР позволят решать исследовательские задачи замыкания ядерного топливного цикла и перевести атомную энергетику мира на новую технологическую платформу – безотходную, безопасную и неограниченную по сырью. В моей зоне ответственности там находятся пять лабораторий, и моя задача – разработать всю технологию, соответственно, подвести все снабжение к этим лабораториям, продумать, как должна работать там вентиляция, подумать по поводу электроснабжения всего оборудования, где какое оборудование будет. Один из самых сложных моментов в моей работе – это расположить оборудование в сжатом пространстве таким образом, чтобы было удобно пользоваться, и при этом, чтобы все нормы были соблюдены. В связи с этим иногда приходится играть в тетрис, то есть переставлять оборудование множеством вариантов, и вот так вот порой приходится потратить несколько часов для того, чтобы скомпоновать оборудование и развести трубопроводы оптимальным образом. Идеи по компоновке Владислав быстро фиксирует на бумаге, после в специальной программе прорабатывает детали. Чтобы убедиться в достаточности выбранной ширины прохода, например, или оценить высоту ступени с точки зрения удобства, пользуется линейкой. Тщательно обдумывает каждую мелочь, но при этом всегда укладывается в отведенные сроки. Если надо, то и сверхурочно готов поработать. Я испытаю удовлетворение только когда я закончу свою работу, когда я смогу посмотреть на нее и сказать, что она сделана качественно, и я могу это показывать своему руководителю или на печать отдавать. Вот только тогда я успокоюсь. То есть пока я не достигну своей цели, я и отдыхать нормально не смогу. Такое отношение к работе помогло нашему герою добиться успеха и в движении WorldSkills. На отборочных соревнованиях он показал высокий личный результат и вошел в состав сборной Росатома. В 2021 году Владислав Назаров стал победителем национального чемпионата WorldSkills High Tech в компетенции инженерное проектирование. На мой взгляд ключевую роль в нашей победе сыграла командная работа, потому что вот те 10 дней тренировок, когда по сути в первый день мы были не знакомы друг с другом людьми, а к десятому дню мы уже были сложившейся командой, где каждый знает свою роль, каждый знает, что можно, грубо говоря, попросить у своего коллеги помощи, проконсультироваться. Так что на мой взгляд командная работа была очень важна. Останавливаться на достигнутом наш герой не собирается. Уже в этом году он планирует принять участие в чемпионате WorldSkills в качестве эксперта. Кроме того, он регулярно изучает новые системы автоматизированного проектирования и проходит обучение по программе кадрового резерва. На ближайшие годы планы в моей работе это продолжать совершенствоваться как специалисту и учиться быть руководителем. Просто чем выше должность, тем больше масштаб, тем более укрупненно сотрудник смотрит на этот проект и это довольно интересно.